В Магаданской областной думе состоялось завершающее в этом году заседание. Депутаты рассмотрели 25 вопросов, приняли 17 областных законов, в окончательной редакции 7 постановлений. Одной из главных тем для региона стал областной бюджет на 2021 год. Предлагается увеличить общую сумму доходов областного бюджета на 2021 год на 1,7 млрд. рублей. В целом доход областного бюджета на 2021 год составит 51,7 млрд. рублей. Общую сумму расходов увеличить на 2,272 млрд. рублей. Общая сумма расходов планируется в объеме 53,2 млрд. рублей. В целом налоговые и неналоговые доходы областного бюджета увеличены на 2,2 млрд. рублей, составит 33,4 млрд. рублей. Также на заседании губернатор Магаданской области Сергей Носов поблагодарил депутатов за проделанную работу. С наступающим Новым годом я проверил выполнение нацпроектов в целом программе по Магаданской области. Фактически вчера проходили последние протяжины в уровне 3-4 млрд. рублей. Поэтому нам сказать, что Магаданская область готова встречать Новый год с выполненным планом. Депутаты также обсудили приоритеты законодательной деятельности на 2022 год. Коммунальщики продолжают работать на улицах Магадана. Первый заместитель мэра Александр Малашевский провел оперативное совещание служб. На нем руководители ведомств отчитались о проделанной работе. Специалисты ГЛУДА расчищают соборную площадь. Автогрейдеры срезают накаты и расширяют проезжую часть на улицах. Сотрудники комбината зеленого хозяйства закончили уборку на пешеходной зоне Магаданское время. Там, где проходил конкурс ледяных скульптур. Также специалисты убирают тротуары, переходы, межквартальные проезды, подъездные пути к контейнерным площадкам, пищеблокам, дошкольным и общеобразовательным учреждениям. В Магадане оперативниками было выявлено правонарушение, совершенное начальником управления государственной инспекции безопасности дорожного движения областного управления Министерства внутренних дел Юрием Савейкиным. Также установлено, что противоправное действие было совершено в 2019 году. Предварительно установлено, что в 2019 году он дал указание подчиненным сотрудникам о непривлечении к административной ответственности гражданина, нарушившего требования нормативно-правовых актов России в области безопасности дорожного движения. При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. В отношении Юрия Савейкина завели уголовное дело о превышении должностных полномочий. Расследование контролирует прокуратура региона. В случае, если вину докажут, нарушителю грозит наказание от штрафа 80 тысяч рублей до лишения срока свободы до 4 лет. В Магаданском городском бассейне проводят занятия для детей адаптивной группы. Занятия проводятся как для серьезных спортсменов, которые уже состоят в сборной, так и для младших ребят с ограниченными возможностями здоровья. Нарушение слуха, нарушение опорно-двигательного аппарата, нарушение интеллекта. И такие подрастающие замены этой сборной у нас есть. В том числе у нас и ведется работа всем тренерским составом по спортивно-оздоровительному направлению, где у нас ребята и колясочники есть, и очень тяжелые категории нарушений. Вот с ними, со всеми мы работаем. В декабре прошел финал Кубка в соревнованиях по плаванию для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Первое место заняла наша спортсменка Арина Файзулина, которая проплыла 100-метровку по результату соответствующему званию мастера спорта. Во-первых, не надо ничего бояться, даже если ты стесняешься, например. Не надо ничего бояться, надо просто взять себя в руки, начать тренироваться, говорить себе то, что тренируйся, у меня все в дальнейшем получится. И все будет хорошо. В 2022 году у магаданских спортсменов по плану два чемпионата по плаванию для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата в Краснодаре и Уфе. Также планируется соревнование первенства и кубок для ребят с интеллектуальными нарушениями. В одном из гаражей поселка Эвенск устроили попойку два местных жителя. Как оно зачастую и бывает, в ходе посиделок между мужчинами завязалась ссора. Один из них не вытерпел и стал сбивать своего оппонента, после воткнул два раза нож ему в грудь и пошел спокойно домой. Раненый мужчина остался в гараже и практически сразу же умер. В ходе следствия обвиняемый признался в содеянном, но заявил, что смерти другу не желал, а всего лишь оборонялся от него, а убийство, мол, само так получилось. В ходе расследования уголовного дела обвиняемый выдвинул версию о том, что лиц защищался от противоправных действий потерпевшего, который в процессе распития спиртных напитков без всякой видимой причины внезапно набросился на него. Данную версию следователи оценили и проверили в совокупности с иными собранными по уголовному делу доказательствами и признали ее несостоятельной. С позиции предварительного следствия согласился и суд. На прошлой неделе обвиняемому был вынесен приговор. Его приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Специалисты из школы управления Сколково посетили место будущего солнечного Магадана. Одна из целей такого проекта – создание всесезонного спортивно-туристического комплекса. В нем можно будет круглосуточно заниматься спортом и отдыхать. Команды из Магадана совместно со специалистами из Сколково проект разрабатывали более полутора лет. Золото, море, снег – триединство, которое может вывести Магадан на новый уровень, отмечают эксперты. Место само по себе уникальное. Рядом с городом, рядом с инфраструктурой. Это и аэропорт, это и морской порт с возможностью захода лайнеров. Но для того, чтобы это зажило полноценной жизнью, мне кажется, мало только энтузиазма и жителей, которые, конечно же, здесь с удовольствием будут кататься. В солнечном Магадане нужно провести что-то массовое, отметил Алексей Яцина. Например, чемпионат мира. Это привлечет внимание людей и подогреет интерес, чтобы приехать именно сюда и провести досуг. Огромный Тихоокеанский регион. Корейцы, японцы, китайцы, у которых сезон горнолыжный начинается в декабре и заканчивается в январе. В декабре и заканчивается. А здесь он начинается в октябре, заканчивается в мае. Это гигантская возможность для любителей горнолыжного спорта. После посещения места для будущего солнечного Магадана специалисты организовали пресс-конференцию. Они отмечают, что главная цель проекта – возбудить у людей интерес к родному городу. Реализует солнечный Магадан в рамках программы «100 крупнейших городов». Ее задача – благоустройство общественных пространств, создание открытых и закрытых территорий для досуга и работы молодежи, реконструкция или создание объектов социальной инфраструктуры. И сделать так, чтобы и нашим детям осталось хороший задел на будущее – вот в этом, собственно, была задача программы. И эта задача, в свою очередь, не решается, если каждый город, в том числе и Магадан, не найдет своего места в глобальном мире. Чем более востребованный продукт создает город, тем больше у него перспектив. А значит, больше людей будут приезжать и оставаться. Они внесут свой вклад в развитие города. Не надо говорить про удержать население, схватить его и никуда не отпустить. Нет. Надо сделать такие условия, чтобы на глобальном рынке Магадан стал привлекательной территорией для тех, кто хочет заниматься горнолыжным спортом почти круглый год, 9 месяцев в году. Команда Магадана провела комплексный анализ всех городских отраслей, выявила плюсы и минусы точки роста. На этой основе определена стратегическая ставка перспективного развития территории до 2030 года. Елизавета Сипаилова, Олег Дудник, Олег Калугин. Специально для Вечернего Магадана. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова